Завершали турецкий сбор киевляне поединком с белорусским Батейс Борисова. Луческу в первом тайме выпустил такой состав. Бущан, Караваев, Забарный, Попов, Миколенко, Андреевский, Шепелев, Бояльский, Цыганков ДП на Обеседин. В запасе были Нишерет, Сирота, Кензера, Шабанов, Ситклей, Сидорчук, Дуэлун, Шапаренко, Леднев, Русин, Ванат, Супряга, Родригес. Динамовцы сразу же начали с места в карьер и уже на седьмой минуте Виктор Цыганков классным ударом открывает счет. Было интересно, киевляне после забитого гола опять отдадут инициативу сопернику или же продолжат активничать у их штрафной площади. Никаких расслабонов. Караваев вбаражирует по своему флангу. Не спать, Борисов, не спать. Иначе будешь мячи со своих ворот вынимать. И вот уже арбитр достает желтую карточку для игрока Баты. А вскоре ДП на запулил со штрафного в самое что ни на есть девятку ворот белорусской команды. 2-0 на 20-й минуте. Такой прыти, признаюсь, а Динамовцев не ожидал. А они и не думали останавливаться. Скорость, прессинг, шикарная стремительная контра. Снова Караваев промчался по краю, как каравелла на полных парусах при попутном ветре. И пускай после прострела в центр штрафной Цыганков не попал по мячу, но тут же пошла срезка от соперника в собственные ворота. 3-0 на 24-й минуте. Такого шаленства от киевлян точно никто не ожидал. Можно расслабиться, как бы не так. Буквально сразу же после пропущенного гола Андреевский едва не наказал голкипера Баты за неосмотрительный выход из ворот, но мяч поцеловал перекладину. Игра Динамов в первой половине первого тайма радует глаз и как бальзам на душу своих болельщиков. За неделю до первого матча плей-офф Лиги Европы из Брюги то, что надо. Динамо и дальше не сбавляло. Обертов, Буярский, Шепелев, Беседин, трижды Андреевский. Могли увеличить счет вообще до неприличного. Но то ударом браковало точности, то прямо в голкипера Баты и 3-0 после первого тайма. После перерыва вышел такой состав. Нечерет, Кензера, Забарный, Попо Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буярский, Цыганков, Родригес, Супряга. Киевляне продолжали владеть инициативой. Сидорчук несколько раз угрожал воротам. По ходу тайма вместо Забарного вышел Шабанов, Цыганков ушел, вместо него появился Леднев, Миколенко заманил Сидклей. Дальше вышли Дуэлунт и Сирота. Замены этой были самыми интересными действиями на поле, пока Супряга не запорол свой очередной момент. Вот мне интересно, когда уже наконец Супряга прервет это свое безголевое проклятие? Моментов ведь у него для завершающих точных ударов предостаточно, но пока что не везет. Или же проще, не хватает мастерства? Такая размеренная игра не могла не привести к ответному голу. Нет, Батэ не владел инициативой, но все чаще его игроки оказывались у динамовских ворот, пока Нищерет откровенно не проспал штрафной удар. 3-1. Для молодого голкипера такие ляпы явный минус в борьбе за место в основе. Уверен, Луческу из этого ляпа уже сделал выбор в пользу конкурентов Нищерета. Хотя, нужно признать, Руслан потянул невероятный удар в сороке в упор, кончиками пальцев переведя мяч из-под перекладины на угловой. А вскоре, за 5 минут до конца основного времени Нищерета заменили на молодого маргуна. Как раз перед самой заменой киевляне забили четвертый мяч. Родригеш классно протянул мяч в штрафную, обыграл нескольких соперников и выколол под удар Дуэлунду. А сразу же после замены голкипера самые активные в составе БТ сорока поражает цель 4-2. Да, веселая концовка поединка выдалась. Еще какая веселая. Родригеш явно не желал покидать поле без забитого гола и использовал свой момент на все 100%. 5-2. Молодцы киевляне быстро включались в игру после пропущенных мячей и восстанавливали статус-кво в 3 гола. Правда, по-прежнему напрягает какая-то неразбериха в защите, которая бывало царила после перерыва. Но, думаю, в официальных матчах, когда не будет такой стремительной ротации игроков на поле во втором тайме, все будет нормально. С вами был Саныч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok